Так, ребята, еще одна идея, которая мне сейчас пришла в голову, тоже после обсуждения с вами. Вы вообще мне большие молодцы, я вам благодарна, что вы делитесь со мной своими инсайтами, которые вам приходят в голову, потому что они мне помогают сделать более качественный продукт для вас и давать вам больше информации, чтобы вы быстрее делали свои трансформации. Смотрите, идея того, что я на работе начинаю круче всех блестеть, идея того, что я начинаю делать какой-то самый крутой бизнес, который круче, чем у других. Вот эта идея сама по себе такого доминирования, она как раз не самоцель, чтобы вы понимали. Это такая провокация первая, которая приходит в голову, и это та провокация, которая может звучать, от вас или от меня для того, чтобы двигаться дальше, потому что итоговая точка – это не я над всеми, а я просто другой. и притягивает как раз недоминирование, в здоровом смысле слова, потому что если кого-то притягивает доминирование, это говорит только о том, что есть какие-то ситуации непереработанные, где нужно директивное, чтобы сверху были какие-то директивные указания, либо наоборот, то есть я жертва, и я начинаю находить кого-то, кому начинаю вставлять пиндели своим, не знаю, своим видением процессов или своим бизнесом, как бы я вот им сейчас всем покажу, да. То есть если есть внутренняя идея, вот я сейчас вам всем это покажу, то нужно начинать с ней работать, и мы говорим о том, что главная наша цель – это принять себя такими, какими мы есть, отличающимися друг от друга, и мы можем делать с вами один и тот же продукт, например, мы с вами все можем стать психологами или коучами, или мы можем с вами все продавать сок, например, да, каждый будет, например, у нас, у каждого из нас, вот мы родились, есть такая идея, вот на данном этапе времени каждый из нас пришел к такой идее, или, например, мы будем делать какие-то особые стулья, то есть каждому из нас на планете пришла эта идея делать стулья, и вот мы как бы одновременно сейчас запускаем по всему миру каждый из нас, независимо друг от друга, вы поняли меня, что мы не одна компания, мы именно независимо друг от друга, нам приходит эта идея. Так, уверяю вас, что магнетизм составляет не то, что как бы прям доминирует, да, потому что это, как я вам уже рассказала, не та тема, да, а магнетизм составляет то, что является другим, оригинальным в своем собственном озвучании, виде, миссии, вот в этом есть отличие. И у нас нету задачи сместить всех вокруг и, наконец-то, тут всем показать, какие мы хорошие и прибить всех плохих, соответственно, да. Наоборот, нам важно, чтобы другие люди могли себя тоже проявлять так, как они хотят и дать им возможность сделать их стулья в их оригинальной форме и их клиентам дать возможность купить эти стулья, да, чтобы они могли воспользоваться вот всеми оригинальными идеями, которые только дарит мир на сегодняшний день. Поэтому самоцель это, самоцель это другой, да, то есть я другой, у меня есть свое мнение, и я им делюсь с остальными людьми. А кто-то делает тоже, то есть продукт, который тоже называется стул, вот, но он делает его по-своему, у него другое какое-то видение, которое более того может вам нравиться, да, а вот те ощущения, которые там могут возникать, например, какой-то зависти или того, что там сейчас нам его срочно нужно поглотить, или вдруг он нас поглотит там своим бизнесом, да, в виде стула мы понимаем, что это может быть какая-то идея или все остальное, неважно, да, тут главная наша цель – это дойти до того, что я другой, я не такой, как все, я хочу это показать, подарить и поделиться вот своими ими, и своими идеями. Соответственно. Вот это, собственно, то, что я хотела сказать вам в этом видео. Спасибо вам. Хорошего вечера.